Расширить рамки творческого сотрудничества и привлечь новую зрительскую аудиторию. Такова задача федеральной программы «Большие гастроли». Ее реализация продолжается и в Северной Осетии. В субботу в столицу республики прибыла делегация из Белгородского театра имени Михаила Щепкина. Актеров встречали артисты нашей республики. Традиционные три пирога, осетинское пиво и национальные танцы. В белгородской делегации около 30 человек. Как оказалось, 10 из них – осетины. Спектакли приезжих артистов будут проходить в Русском драматическом театре. Всю неделю на водокавказской сцене Белгородский театр будет показывать такие спектакли, как «Косатка» Александра Толстого, «Любовь и голуби» Владимира Гуркина, «Куклы» Валерия Беликовича и «Карлик нос» Евгения Зимина. Напомним, что в Северную Осетию уже приезжали и другие артисты. В апреле театр на Малой Бронной, в начале сентября – Курский драматический. Сейчас ведутся переговоры с Калининградом и Вологдой. Наших же артистов уже встретили в Курске и Белгороде. Следующие города – Кимерово, Хабаровск, Ульяновск и Ижевск. В связи с обменными гастролями сезон «Русский театр» на своей сцене откроют только 20 октября. Все переплетено, все рядом. И по духу мы одинаково понимаем театр. Мы понимаем, что наше искусство обращается к разуму и душе человеческой. И такой театр, мы делаем такой театр у вас русский, насколько мы видели ваши спектакли. Поэтому мы благодарны за тепло, за гостеприимство. Я считаю, что это такой момент взаимопроникновения какого-то культур. Мне кажется, что каждый театр имеет какую-то свою изюминку. Представители гастролирующего театра встретились и с журналистами. Пресс-конференция прошла в дружеской атмосфере. Журналистам рассказали об истории театра, о пути профессионального развития ведущих актеров и режиссеров. Говорили много и об уже сложившейся творческой дружбе между нашим русским драматическим театром и белгородским. Театр имени Михаила Семеновича Щепкина является культурной жемчужиной города Белгорода. Среди местных жителей и гостей города пользуются большой популярностью. По словам директора, они пытаются сохранить традиционный взгляд на произведение.